добрый день я приветствую всех на канале 18 соток сегодня я хочу сделать видео отчет о зимовке перцев сейчас у нас на улице 10 апреля солнышко так вот выглядят перцы которые оставил на зимовку прошлом году они все были выкопаны произведена вот обрезочка обрезана полностью корневая система и вот так вот сейчас выглядят все наши перчики я в прошлом году только осенью установил балконную раму так что не обращайте внимание здесь была плитка это сбивалось так что балкон не в супер красивом качестве большая часть перца у меня находится вот они на стеллажах уже подрастает здесь я больше солнца соответственно здесь можно посмотреть и и качестве не листья вот они растут здесь у нас всех красавцы вот такие вот листва крупнее это все будет все будет удаляться все будет обрезаться у меня есть три стеллажа на трех сегодня стоят все эти перчики и они будут уже подготовлены высадки в открытый грунт еще им остался целый месяц находиться на балконе потом все обрежется и высадится такие вот красавцы у нас растут вот у них уже пошли пасынки сегодня хочу рассказать вам как подготовить все эти перцы высадки в открытый грунт либо если вы хотите их оставить дома что для этого нужно будет сделать все эти перцы я выставил каждый на свое место поставил и вот целое целую зиму их умеренно поливал раз в неделю там по чуть-чуть воды я их не трогал как они стояли так никто их никуда не поворачивал никто их никуда не крутил вот видят как пошли поросли вот смотрите уже цветы есть вот это все будет перед высадкой обрезаться я расскажу вам как правильно обрезать как сформировать корневую систему вот видите растения вот здесь ничего на нем нету там полно вот где не попадает свет соответственно вот такой вот происходит но это не столь важно почему потому что это все будет обрезаться нас останется только сама развилка здесь тоже самое зимнее время я только растение переставлял чтоб они были ближе к свету смотрю какие растения начинали верхушки подсыхать соответственно их переставлял ближе к солнышку и растение как будто были установлены все и так сейчас находятся в таком же положении как и всю зиму вот здесь куча пасынка на них наросла август месяц как раз то время чтобы пересадить свои растения обновить им корневую систему обновить полностью крону или полностью все растения сегодня хочу вам рассказать как же обновить ваши растения чтобы не давали вам большие урожай в растения не болели это будет у нас перец перец либо овощные сорта или декоративные или сверхострый процесс пересадки и обновления корневой системы у всех одинаковые итак начнем с декоративных сортов так декоративные сорта примеру есть у нас вот такое вот растение декоративный сорт принято молодим либо пиковая дама любые низкорослые на летние сорта если наше растение находится в горшке где-то около литра и этому растению один год его надо будет обязательно пересадить пересаживаем и двух или трех литровый горшок есть три варианта пересадки этого растения мы можем просто взять выкопать его вытащить зажка и посадить больший объем горшка это первый вариант ничего не делая второй вариант мы можем сделать растению обрезку мы можем укоротить само растение и потом уже через две недели после обрезки мы перевалим растение большую емкость и вариант номер три полное обновление куста мы обрезаем делаем обрезочку оставляем от развилки оставляется где-то по 10 по 15 сантиметров побеги вот эти вот сколько там 4 5 6 все это обрезается обрезается через две или три недели как только появятся пасынки на растение потому что мы точку роста с вами удалили мы будем делать перевалку растения мы извлечем растение обрежем ему корневую систему как обрезать корневую систему весь видеоролик у меня можете посмотреть и пересаживаем большую емкость вот это третий вариант это полное обновление куста это я рассказал вам как обновить растение как пересадить его а теперь я хочу обо всем рассказать более подробно как сделать так чтобы наделать ошибок после россии не не погибло какие препараты придется при этом применить чтобы растение довольно быстро начал витационный период чтобы не болело и так начнем верное самого основного это с точки роста растения когда мы с вами обрезаем растения мы удаляем точку роста это самое основное что есть у растения в точке роста вырабатывается ауксин ауксин это гормон роста он способствует росту и развития растения плодоношения цветения увеличению корневой системы увеличение зеленой массы при отсутствии точки роста растение сразу прекращает свой рост останавливается полностью в росте этим мы активируем появление большого количества басанков так как растение пытается восстановить точку роста и соответственно у нас начинается неимоверный рост пасынков пасынки растут отовсюду откуда только можно вот вы видите он наросло их здесь очень очень так растение пытается выжить когда мы пересаживаем с вами растения либо обрезаем корневую систему либо оставляем ее такой какая она была мы все равно повреждаем корневую систему даже во время перевалки для этого нам нужно использовать обязательно это стимулятор корнеобразования их очень и очень много на рынке это обязательно если вы хотите чтобы ваше растение очень быстро перенесло стресс и начала сразу же кладоносить не ждали в этом месяц или два нам придется применять препараты корнеобразования есть более дешевые варианты есть более дорогие биопрепараты этим препаратам относятся и тарауксин корнерост корневин циркон чаркор и бак экстра радифан гермон их очень и очень но эти препараты нам придется обязательно применять чтоб корни довольно быстро отросли и растение не так сильно перенесло стресс и начала сразу свой рост что же такое препарат корнеобразования для чего он нужен препарат корнеобразования имеет себе вещества при всасывании корнями этот препарат оставляет на клетках корней микроожоги растение от таких ожогов получает невероятный стресс но понимает что корневая система повреждена и нужно срочно восстанавливать систему верхушки растения сразу начинает вырабатываться ауксин очень большом количестве он опускается по стволу вниз доходит в корневую систему и запускается процесс образования новых корней через три-четыре дня эффект вот препарата корнеобразования проходит растение понимать что корни на месте корни не повреждены но рост корней осуществить уже нельзя и так корневая система у растения увеличится вдвое если мы обрезали с вами растения обрезали точки роста этот препарат надо обязательно использовать также если мы обрезаем с вами корневую систему вот сейчас вы видите рост зеленой массы не сильно активный все того что корневая система у нас обрезана и корни не могут очень быстро развиваться за счет того что емкость горшка очень маленькая перед высадкой в открытый грунт нужно будет обязательно за пять дней до высадки пролить растения препаратами корнеобразования дать толчок растению чтобы она начала наращивать новую корневую систему корнеобразователь нужно применять не только при пересадке растений но и при корневой гнили если ваши растения очень сильно заболели появилась корневая гниль она всегда повреждает точку роста растения первым начинает погибать именно сама точка роста погибает точка роста нету ауксина растение соответственно вас погибает так как корневая система ослаблена ваше растение обречено но если вы будете использовать как бы корнеобразователь это вам надо будет извлечь растение полностью промыть корневую систему и обработать его препаратом корнеобразования вы можете замочить в этом препарате на сутки либо полить его пересадить и через день пролить корнеобразователем это нужно взять обязательно почему то что рост и точки роста нету корни ослаблены только таким способом вы можете активировать и спасти свое растение но есть два вида препаратов есть биопрепараты более дорогие и есть более дешевые я сейчас хочу рассказать какая же разница между этими биопрепаратами более дешевыми и более дорогими давайте рассмотрим два вида биопрепаратов возьмем примеру там циркон и корневин и вторые биопрепараты это будет у нас радифарм и гермон циркон это более дешевые препараты стоит пределах там 20 гривен 30 радифарм и гермон это очень дорогие препараты один литр такого препарата стоит от 1200 гривен это где-то две с половиной тысячи рублей и до 2000 гривен какая же разница между этими двумя препаратами в первом есть вещество которое оставляет ожоги именно на клетках растений радифарм и гермон они имеют очень большом количестве сам препарат который способствует росту растения это ауксин там очень большое количество ауксина это биопрепарат если ваше растение ослаблена она не имеет точки роста и также у нее повреждена корневая система если вы обработаете радифармом то растение не обязательно иметь точку роста чтобы вырабатывать ауксин корни получат лошадиную дозу этого ауксина и растения сразу же начнет карно образоват корне образования сразу появятся пасынки и растение ваша живет можем грубо говоря живить любое мертвое растение главное чтобы вас остался только хотя бы вот такой вот небольшой череночек все это растение можно оживить цена соответственно очень очень дорогая такие препараты продаются только по литражу они не продаются маленьких им костях если ваше растение имеет точку роста и корневая система у него хорошем состоянии можете применять циркон тоже самый корневин как бы разницы здесь нету между биопрепаратами и цирконом циркон тоже как посчитается биопрепарат там разницы никакой не будет почему потому что ауксин будет вырабатываться самим растением и подаваться в корневую систему пускай это будет не так быстро все это происходить не за месяц примерно за полтора это более дешевый как бы вариант ну вот эти биопрепараты которые дорогие они служат как реаниматоры реаниматоры до ваших растений также корнеобразователей можно будет применять ранней весной вот если пример у меня растения перцы которым год два три растут уже больших им костях они имеют поверхностную очковатую корневую систему так как летнее время потребляется очень большое количество влаги питательных веществ это мочковатая корневая система очень развита она очень очень большая вы даже замечали когда пересаживаете растения верхней части растений очень много мертвых тонны тоненьких корней это мочковатые корни перец это растение летнего периода летнего периода зимние зимнее время она уходит на покой хотя мы тоже может и плодоносить конечно не так обильно что нужно знать в зимнее время часть очковатых корней отмирает за ненадобностью потому что влаги потребляется очень мало питательных веществ потребляется очень много и мало и корневая система как бы она не работает часть корней не работает они забиваются подсыхают и потому отмирают ранней весной вся мочковидные корни вот эти вот мочковатые они заново отрастают если вы хотите быстрее активировать свое растение соответственно желательно вам пролить его если даже вы не пересаживали его просто проливаете препаратами корнеобразования растение быстрее нарастит верхние корневую систему она будет лучше впитывать питательные вещества влагу и соответственно быстрее начнет плодоносить еще один такой нюанс при покупке препаратов всевозможных не относятся те же самые корнеобразователи нужно покупать не только только фирменные заводах изготовителях желательно конечно почему потому что 90 процентов всех препаратов это подделки и вы будете ждать какой-то эффект в конце окажется что это чистая вода никакого эффекта вы не дождетесь так что лучше покупать именно проверенных магазинах проверенных фирмах будете знать сто процентов что это не подделка многие подписчики и гости моего канала довольно часто задают мне вопрос какой нужен горшок для моего растения это все зависит от самого растения от его корневой системы есть это декоративные сорта вот такого горшка вот примеру 6 литров это можно посадить его в течение трех и четырех лет не пересаживать все опять же зависит какая корневая система у вашего растения если это вообще менее ему хватит ветрового горшка ветру вполне это течение года насыщий год можно взять полтора два ну до трех литров если вы выращиваете сверхострые сорта здесь уже все гораздо сложнее потому что у каждого растения не только корневая система очень большая но и высота самого растения некоторые растения достигают до трех месяцев метров в высоту как бы это очень большие растения очень высокие для них очень большие емкостя если вы хотите чтобы ваше растение давала там по пять по десять килограмм урожая с куста это зависит он она очень очень дает большое количество плодов соответственно уже большая емкость уже хорошие подкормки и постоянный полив чтобы растение не пересыхал почему потому что крона очень большая есть очень много идет обильное испарение влаги и растение довольно быстро пересыхает что касается маленьких небольших то им желательно конечно слегансах чуть-чуть и подсушивать при подсушке растения у растения увеличивается иммунитет иммунитет увеличивается просто нереально с каждым разом когда вы подсушить иммунитет все выше и выше никакие болезни уже не будь страшны вашим растениям вы забудете что такое вообще что перец может сверху острый болеть он не болеет а не боится не холода ничего чем больше подсушек тем соответственно иммунитет растения увеличивается они у меня растут даже при двух при одном градусе вот осенью вот так же два градуса тепла все посохло эти стоят зеленые и все нипочем почему потому что растение приучено самого детства самое говорится семечки под сушки так что сейчас я вам покажу небольшой такой ролик с интернета и вы посмотрите какие нужны горшки для перца вот так выглядит пхуджа локи в возрасте пяти лет видите растение формировалась явно не такой сильно высокая где-то больше двух метров это у нас хабанера хабанера красный вот его высота это у нас перец дикой природе это перец огонь прерий шириной может достигать до двух метров и высотой полтора метра вот еще у нас сорта перца как вы видите объем горшка можно довольно таки приличный что перец нормально рос вот так выращивает хабанера соединенных штатах на целой плантации посмотрите кустарники вот такие вот еще большие горшки и и смотрите какие объемные кусты соответственно для них нужна очень и очень большую емкость выращивает хабанера оранжевый все эти кусты формирует подрезает им верхушку чтобы они не росли вверх тоже не могут достигать очень и очень больших размеров вот посмотрите видите это как бы не формированный куст так он довольно пышный вот не формированный куст теперь делайте для себя вывод какой горшок нужен для вашего перца на этом я видео обзор заканчиваю ровно через две недели я буду проводить обрезку растений я сделаю вторую часть покажу как я обрезаю как я подготавливаю растения если вы тоже хотите растение высадить в открытый грунт до высадки за три недели до высадки растения нельзя обрезать не обрезать не убирать не у пасынки ничего растение так должно остаться так как она сейчас есть у вас почему потому что вы можете активировать очень большой рост пасынков и растение начнет потреблять очень много питательных веществ насчет тронется в рост и в конце концов вы будете вывозить двухметровые растения к тебе на дачу так что за три недели никаких действий принимать нельзя мы начнем обрезку растений самих где-то за две недели ты две-три недели до высадки на этом я заканчиваю через две недели я выложу еще одно видео всем удачи если что-то не успел сказать пишите в комментариях и обязательно отвечу